Маркус Бакингем, Эшли Гуделл. Это так не работает. Почему большинство управленческих подходов неэффективны и что с этим делают смелые руководители? Крису и Грэму, которые научили нас начинать с того, что познаваемо. Введение. Эпиграф. Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании. Марк Твен. Как ни парадоксально, хотя эта цитата чаще всего приписывается Марку Твену, на самом деле никто не знает точно, кто ее автор. Поэтому эпиграф служит двойным напоминанием об опасности неоправданной уверенности в чем-либо. Позвольте сказать пару слов об авторах этой аудиокниги. Маркус помешан на данных. Он обожает разбираться в том, как измерить то, что невозможно численно определить. Личность, качество деятельности, заинтересованность. Большую часть своей карьеры Маркус занимался этим в Институте Гэллопа. Гэллоп Организейшн. Институт Гэллопа – организация, занимающаяся проведением общенациональных опросов общественного мнения США. Затем он создал собственную компанию, разрабатывающую тренинги и компьютерные программы, которые помогают людям трудиться максимально эффективно, а теперь руководит исследованиями, связанными с людьми и их работой, в Исследовательском институте автоматической обработки данных. ADP Research Institute. Маркус – урожденный британец. Эшли живет в мире больших компаний. Начав свою трудовую деятельность в сфере разработки акустических систем для концертных залов, в дальнейшем он стал помогать таким компаниям, как Deloitte и Cisco, получать максимум от своих работников. Эшли – практик, которому нравится подвергать любые инновационные идеи жесткой проверки сложными реалиями сферы труда. В настоящее время он делает это для 140 тысяч сотрудников и подрядчиков Cisco. Эшли также родился в Великобритании. Пару лет назад Harvard Business Review попросил нас объединить точку зрения Маркуса как поборника точных данных с точкой зрения Эшли как практикующего лидера и написать статью о наиболее эффективном, надежном и объективном способе осуществления процедуры, которая никогда и ни у кого не пользуется популярностью – аттестации сотрудников. В статье откровенно осуждались распространенные ныне практики, и она настолько всколыхнула умы, что Harvard Business Review обратился к нам снова с предложением применить такой же научно обоснованный и реалистичный подход для анализа всей сферы труда. Мы согласились, и результатом стала аудиокнига, которую вы слушаете. Мы начали с парадокса, почему идеи и методы, принимаемые всеми на рабочих местах, как данность, приносят лишь разочарование тем, кому они призваны служить. Почему среди них эти идеи столь непопулярны? Почему, к примеру, считается, что цели вашей работы должны обязательно быть спущены сверху, и это наилучший способ ее упорядочения и оценки, при том, что для тех, кто действительно находится на передовой, ежегодный процесс постановки этих целей представляется бессмысленной формальностью, не имеющий никакого отношения к их фактической деятельности? Почему считается, что всем сотрудникам необходима критическая обратная связь, когда в реальном мире большинство из нас всеми силами старается от нее уклониться? Мы скорее согласимся дать отзыв о чужой работе, чем получить оценку своей. Почему считается, что ваш руководитель может достоверно оценить вашу деятельность, когда никто из нас в реальности не встречал лидера команды, наделенного идеальным даром объективности? Почему считается, что лучшие руководители обладают определенным набором черт, которые все мы должны стремиться приобрести, когда на самом деле никто никогда не видел руководителя, обладающего всеми этими качествами? Данный парадокс и заложил основу для этой аудиокниги и определил ее аудиторию. Главная идея такова. Современная сфера труда наполнена системами, процессами, методиками и установками, которые в корне неверны и прямо препятствуют проявлению наших уникальных качеств. Эта идея подкрепляется реальными данными, полученными на рабочих местах. Согласно статистике, заинтересованность людей в своей работе очень слаба. Менее 20% из них целиком и полностью заинтересованы в том, что делают на рабочем месте. Слушай приложение А. А экономисты, пытаясь объяснить глобальное снижение роста продуктивности, происходящее с середины 1970-х годов, предполагают, что достижения технологий и стратегий менеджмента, которые были эффективны в прошлом, уже исчерпали свой потенциал и не способны более увеличивать продуктивность. Иными словами, какими бы ни были применяющиеся ныне методы, они больше не двигают нас вперед. Но эти методы стали настолько привычны и настолько проникли в самую суть рабочего процесса, что нам трудно увидеть, что они на самом деле собой представляют. Какие-то из них мы считаем необходимыми, хотя и неприятными вещами, которые должны использовать и всегда использовали крупные организации. В то время, как другие стали источником убеждений, которых твердо придерживаются главы наших компаний и которые затем навязываются всем нам. В совокупности, эти методы составляют основу и оправдание практически всему, что происходит с нами на работе. Принципам отбора, оценки, обучения, вознаграждения, повышения и увольнения сотрудников. Но если приглядеться, то можно обнаружить, что все они на самом деле ошибочны. Мы могли бы назвать их ложными представлениями или мифами или даже недоразумениями, но точнее всего будет называть их заблуждениями. В этой аудиокниге девять таких заблуждений. И так как по утверждению Пикассо, любой акт творения начинается с акта разрушения, прежде чем начать строить с нашими командами нечто сильное и прекрасное, нам нужно разрушить каждое из этих заблуждений. Выяснить, как они, будучи изначально истинной в ряде конкретных случаев, превратились во всеобъемлющую ложь, а затем раскрыть более глубокую правду, таящуюся за ними. В первых трех главах мы поговорим о том, почему нам так настойчиво навязывают культуру компании и продемонстрируем более эффективные пути совместного приложения усилий. В главах четвертой, пятой, шестой и седьмой рассмотрим конкретные аспекты нашей человеческой природы и покажем, как мы можем развивать себя и своих сотрудников во всей их многогранности. В главе восьмой порассуждаем о том, почему баланс представляется нам неким идеалом, а затем предложим совершенно иную вершину, к которой стоит стремиться. И, наконец, в последней главе мы подвергнем анализу наше преклонение перед всем, что связано с лидерством и покажем, что же в действительности происходит, когда мы, как последователи со всей страстью отдаемся чужому видению. В процессе слушания вы поймете, что эти девять заблуждений так укоренились потому, что каждая из них удовлетворяет потребность организации в контроле. Крупные организации – сложные структуры, и их руководители инстинктивно стремятся к простоте и порядку. Ведь так проще убедить себя и других заинтересованных лиц в том, что организация движется к поставленным целям. Но стремление к упрощению легко перерастает в стремление к комформизму. И очень скоро этот комформизм начинает угрожать любым проявлениям индивидуальности. Таланты и интересы отдельных лиц воспринимаются как неудобства, и организация стремится к взаимозаменяемости сотрудников. Поэтому вас и убеждают в том, что культура вашей организации монолитна, что нужно придерживаться плана, что работу нужно структурировать в соответствии со спущенной сверху последовательностью целей, что способности каждого должны быть сбалансированы, и все должны получать постоянную обратную связь, пока не достигнут этого, и что каждый должен оценивать остальных, чтобы как можно лучше соответствовать предписанным моделям лидерства, продуктивности и потенциала. Вы также увидите, что главная сила, которая может противостоять этим заблуждениям, и которую все мы должны стремиться обрести, — сила нашей собственной индивидуальности, что истинная мощь человеческой личности состоит в ее уникальности, и что проявление этой уникальности в работе — это в конечном счете акт любви. Изначально мы думали, что нашей аудиторией должны стать те, кто впервые начал руководить командой. Люди, впервые столкнувшиеся с этим замечательным, но сложным миром, которые хотят совершить вместе со своими подчиненными нечто экстраординарное — достичь величия и обеспечить величие им. Стать такими лидерами, о которых будут говорить еще много лет. Мы представляли себе руководителей, которые спрашивают себя, как им получить максимум от каждого члена команды, как добиться того, чтобы каждый из них, имея свои личные устремления, работал на общее благо, как оградить их от ошибок, которые могут навредить всей команде, но при этом дать им возможность экспериментировать и учиться, как быть беспристрастными судьями их деятельности, но при этом выстроить с ними крепкие и доверительные отношения, и как делать все это, не предавая их как людей. Мы представляли себе тех, кто, стараясь выполнить все это, оказывается в тупике и замешательстве, столкнувшись с девятью заблуждениями, со всеми теми вещами, в которых мы ошибочно уверены. Но в процессе создания текста наше представление о том, для кого мы пишем, изменилось. Мы осознали, что пишем не только для лидеров команд 21 века, но и для всех остальных руководителей, которые оказываются разочарованы попытками, порой совершенно благонамеренными. Своей организации насадить повсюду контроль и единообразие. Мы пришли к заключению, что наша аудитория – это не только новые лидеры, а все свободомыслящие лидеры.